Друзья, впервые за 12 лет у меня есть возможность говорить то, что я думаю, и не бояться своими высказываниями навредить своему артисту. Уважаемый Филипп Бедросович, народный вы наш артист Российской Федерации, обладатель Ордена Почета, лауреат всевозможных премий, кумир миллионов, отец двоих детей. Мой комментарий, с которого все началось, безусловно, не самый корректный. Я им не горжусь, но он был направлен не против геев, а адресован бесталанным паразитам, которых вы, завидной регулярностью, привлекаете в вашу жизнь и демонстрируете их миру, пропагандируя, к сожалению, не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев, которые ради 15 секунд славы готовы сыграть абсолютно любую роль. На 15 секунд превратиться в гомосексуала, потом на 15 секунд в рейпера, потом на 15 секунд в жениха Бузовой, а после в жену Киркорова. Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария, пока зачитывали текст, состряпанный вашим копирайтером, представить меня гомофобкой и нетолерантной грубиянкой. Но я всем своим образом жизни ежедневно доказываю свою толерантность, а вот вы в нее только играете. Вы не делаете каминг-аут и не привлекаете внимание к проблемам ЛГБТ в нашей стране. Вы просто тупо спекулируете на актуальной теме, чем унижаете всех представителей сообщества, которых вы, кстати, в одном из своих интервью называли «голубой стаей» и людьми с недостатками, практически нерукопожатных. На премии Муз-ТВ мне было ужасно грустно наблюдать, какую неловкость испытывали настоящие большие артисты, к которым я отношусь с огромным уважением. Они годами завоевывали право стоять на сцене. Это настоящие Илоны Маски от профессии. А есть бездари, у которых в руках случайно оказался микрофон. И именно их я называю цирком уродов. И я рада, что вы себя в нем чувствуете комфортно. И да, возможно, я ничтожная гусеница, как вы меня назвали, и маленький человек, но именно меня вы просили уговорить Светлану сделать вам песню «Цвет настроения синий». И она ее сделала, потому что мы помогаем не только молодым артистам, но и голым королям, когда им очень нужна помощь. Кстати, мы безмерно рады, что эта песня подарила вам новую жизнь. С тех пор вы настойчиво предлагаете Светлане дуэт. И буквально пару месяцев назад звонили и снова просили, на что в очередной раз получили отказ. Может, именно в этот момент вы затаили обиду, Филипп? А мой коммент просто пришелся к месту? Вы обвиняете нас в плагиате. Кто? Король ремейков с неочищенными правами? Это мощно, Филипп. Ваш репертуар – это большая часть перепетых песен и громкие судебные иски от авторов по всему миру. Вы переобуваетесь в воздухе, бьете женщин, унижаете журналистов, устраиваете истерики, враждуете со всем шоу-бизнесом. Это ваши привилегии. Это ваш стиль жизни. Часть вашего нетленного, но, увы, тлетворного образа. И да, уважаемый Филипп, я думаю, что на вас огромная ответственность перед людьми, перед страной, перед вашими детьми. И вашим фриковством уже никого не удивишь, а угрозами никого не запугаешь. Я вас не боюсь, Филипп, потому что на моей стороне правда, а на вашей – дешевый фарс. И мне вас очень-очень жаль. КОНЕЦ Продолжение следует...